Спасибо за приглашение, для участия в вашей школе. Очень интересна наша тема. Мы его родим. Она перенесена в основном для Николая. Все, конечно, нас слышали. Это очень надо, потому что большой огромный коллайдер, хотя в столице, который в этом году. Так, чтобы представлять себе, о чем будет вещь, сегодня достаточно главный будет тех, что работающими машинами. В целом, как я хочу вам сказать, был филатрон, пеневарьер. Это полноценная теплоконная машина. В коллайдерах значит, что встречные пушки у вас имеются. И даже каждый здесь пушку вводит 2,3 см массы, который будет в столице. Значит, просчетного коллайдера до расчетной энергии 7 на 7r, на 3,7 раз больше. Это протон-протонная машина. Многие эфика энергии уже разница между антипатонами. Потом потонность не сильно не так. Значит, в нашем обороне в этом году сегодня, еще в ближайшем году будет работать, 3,5 лепки, 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 с которых это привык коллайдеры. Она сейчас низкая. И поэтому таких ярких физических результатов в ближайшие месяцы даже не приходится снять. Просновения происходят, но их мало. Пока. Значит, надо заметить, что протоны, это не элементарные частицы, они сделаны из клапанов и глионов. И, грубо говоря, чтобы понимать, какая-то реальная энергия элементарного сопровождения тут есть между этими элементарными составляющими клапанами и глионовами, грубо говоря, энергия сопровождения на 3 на 6. И, соответственно, энергия, которая будет достигнута при столкновении, не более того, а энергия, которая будет достигнута при столкновении, составляет, примерно, 2,5 лепки. Это вот те энергии, до которых реально можно добраться и на большом уровне. Для этого плана, для сравнения, это, наверное, меньше 300-400 г. Значит, у нас большая машина. Вы заметили оттенки соответствующие. Радиус основного кольца 4. Я не слышал. Целую систему строителей, которые завидуют в это большое кольцо. Ну и вот в главной стороне, здесь вот так, лобочка протома, и на четырех местах при столкновении. Значит, ну, для чего большие энергии нужны, тем понятно. Во-первых, вы можете рождать новые частицы. Если у вас достаточно энергии, значит, вы можете рождать частицы большой массы. А на сегодня наиболее тяжелой элементарной частицей, которая как раз была открытой на талатроне, это ТОП-ВАРТ, его масса 172 ГЭО, то есть 172 ГЭО, и открыт гугл, и его масса была измерена. И вот такие свойства, изучены над у вас. Значит, это одна сторона ангитария. Вторая сторона ангитария. Вторая сторона ангитария в том, что, соответственно, среди существенной определенности, если у вас есть большой инкурс, то есть, соответственно, большая энергия, то вы можете изучать процессы, которые происходят на очень маленьких постоянных. Масштабы стояний, для большого уровня ангитария, это примерно 10-17 сетей. Значит, 4 порядка меньше ангитара ангитария. Ну вот, о чем пойдет речь. Ну, во-первых, конечно, я должен несколько слов сказать, чтобы мы с вами зафиксировали основные представления и их правильные. Значит, основная материя будет две. Это темная материя и приемная симметрия в сутки. Это те космологические проблемы, которые, может быть, будут решены на большом одном уровне. Ну и дальше, если не останется время, проговорим немного по административе и личному изучению. Тоже горячая тема сегодня. то, что мы обучили, то есть, по Вселенной. Ему позволяют линистративе и личного излучения. Посмотрите, маленького реподрама, приятного для электролитового излучения. Ну и разрозненное измельчание конструкций. Значит, давайте мы приступим к слову, космология. Как описывают Селена? Да, тогда будет достаточно считать, что пространство трёхмерное не вклидово. Значит, четырёхмерное пространство не не вклидово. Конечно, Селена расширяется, в языке теория относительности обозначает, что у вас есть трёхмерное. А вот каждый данный момент времени пространство не вклидово. Это, на самом деле, экспериментальный факт. Ну, хотя несколько слов международцев скажу о том, как он появляется. Однородная изотлодная Селена не обязана быть вкризисе, вообще говоря, она может иметь пространственную перевизну. Так вот, экспериментальный факт всего лишь, что с хорошей точностью пространственная перевизна одна нуля. Значит, в этой ситуации метрика пространства времени крисекс очень простой формулы. Т.е. dx² это метод и юбиле пространства. t космическое время, которое мы с вами измеряем нашими часами. a масштабный факт. И x это, как говорят, сопутствующие координаты. Т.е. те координаты, в которых сидят галактики. Ну, отвлекаясь вот это популярное движение, например, х это те координаты, в которых находятся галактики. Соответственно, расстояние между галактиками это физическое расстояние и увеличивается с течением времени вселенная расширяется. Значит, 0 это современное значение всех величин масштабных факторов. В данном случае а 0 это современное значение масштабных факторов. Должен сказать, что само все современное значение масштабных факторов не имеет. значение значение не имеет никакого вы всегда можете сделать немуштабильную кардинал, положить уровень единицы. Хотя космологические технологии как правило. Значит, важной контуристикой является галактика смещения. это число, которое показывает во сколько раз масштабный фактор изменился с момента времени и соответственно скорость темп расширения вселенной в энергетическом производстве масштабных факторов по времени это параметр права. Он завис от времени и характеризует как расширение всего. Современное обращение параметр права хорошо изменено, хотя еще 15 назад были дебаты по поводу того, чем он собирая рамон. Он достаточно хорошо изменен. Сегодня будет точность стремления сегодня и в таких традиционных единицах в секунду на мегапарсет она равна примерно 70. Мегапарсет все равно знают, что это 3 миллиона световых лет и 3 на 10 24 световых это характерный масштаб скопления не давать наш размер видимой части угла сетей и видов значит почему таких единиц измеряют по историческим причинам на самом деле хотя этот параметр как видно из его определения имеет размер с единиц на время тем не менее его измеряют на таких больших искусственных параметров км по секунду на метр парсет это взялось из того, красное смещение можно себе мыслить как скорость разбегания галактик и ассоциировать покраснение потомок который происходит из-за растяжения два стр значит соответственно цель раз увеличится миновал значит для раз смещения можно пытаться интерпретировать как эффект долга справа у вас будет стоять расстояние и коэффициент перед ним так это закон Кауба ну и также понятно измерение скорость галактики на расстоянии на 10 мем парсет это 700 км ну а в таких более естественных каубов отлично работает это диаграмма Кауба так называемая здесь отложено красное смещение на арифмическом масштабе а здесь логарифм устояние звездная величина по функциональному алгоритму устояния ну и видно что здесь имеется прекрасное мнение первая данная первая относится к цветному первому теплу это стандартные свечи известны абсолютной светлым и по измерению яркости а красное смещение само делается по смещению спектра соответствующих источников значит еще одно свойство нашей вселенной то что наша вселенная теплая что имеется как раз как с прекрасным планом успеха спектра в большом диапазоне часто утверждает самый лучший план спектра какой вообще существует в природе все есть специальные лаборатории экологические которые делают черное тело вот это черное тело поведено лучше всем что были сделаны в земных условиях значит нет плавности спектра и температура света 28-20 значит понятно что эти фотоны понятно что эти фотоны покраснели они были испущены в тот момент когда вселенная перешла из плазменного состояния вещества в плазменное состояние это было тогда когда температура была примерно в тысячу раз больше чем современная температура с тех пор вселенная расширывалась в тысячу сто раз и сегодня имеет небольшую температуру тогда была температура до трех тысяч ну и соответственно такая была горячая значит важной современной характеристик которую мы используем является энтропия которая профессиональный пункт температура с известным пациентом если думать что этот газ находится в фото и токус энтропии в фотонной компоненте плюс есть еще энтропия в едином компоненте которая удобно сюда добавит И численное значение энтропии — это 3000 единиц на убедительные сантиметры. Важно, что энтропия сохраняется при рушении вселенной, рушении вселенной медленной, и на ранних стадиях семинар находился в состоянии полного уголовного рейса, и энтропии сдавался вот такой формулой, и же СССР — это эффективная числости, электрический сантиметра. То есть это числости, тренислового, число частиц, типов частиц, выключая спины, число типов частиц, вот здесь вот двое, вот это два сантиметра. Соответственно, для СССР — это число частиц, которые биотерийские при задней температуре. Оно меняется. При высоких температуре, скажем так, электрическими, были и электрон-позитронные планы, еще раньше твак-антикварковые планы. Значит, поэтому, это такой уже технический момент, но энтропия точно сохраняется, ну, в заключение, особенно, эпоху Вселенной, гипотетически, энтропия сохраняется, и поэтому удобно вычислять или обсуждать всевозможные плотности числа частиц, отнесенные к энтропии. Я сегодня вычисли. Ну, вообще, здесь число степеней свободы бозонных с крефициантом единицы, а фермионность с крефициантом СЕВАТИН. А температуру декоризма не так происходит? Да, значит, в ранней Вселенной все было на тему, как с половиной декоризма. Значит, сейчас есть толкость с тем, что нитерина температура не такая, но потом она функционально там меньше существенно, то чтобы получать существо. Значит, почему брак неудобно? Потому что, значит, полезно вычислять и обсуждать плодности чисел частиц с отнесённых плодностями братья. Если вы не вычислили в такой момент времени, что после этого, если частицы не добавляются или не бывают, то это отношение остаётся к столу. Значит, основным уравнением, которое описывает прошение Вселенной, является уравнение фритма, которое связывает темп прошения Вселенной, правильно как Павло, с плодностью энергии, где плодность энергии включает в себя все виды энергии, какие есть у Вселенной. Ну, надо говорить о том, какие на самом деле есть у Вселенной, но в правой части состоит всё, всё, что есть у Вселенной. Значит, здесь стоит, конечно, гравитационная постоянная на самом деле. Я написал её в виде гитонской гравитационной постоянной единицы на массовый план в квадрате. Мы будем использовать гитинский H в квадрате цели и гениться. И тогда масса планка и позиционные постоянные связаны таким простым способом. И численно масса планка здесь 15 мега. Это был у нас так позиционный взаимодействие. Значит, существенно, что вообще говоря, что нет пространства кривизны, пространства шлифриного. В первых случаях здесь гравитационная планка. Значит, ну, ещё одно важное понятие космологии – это горизонт. Это, значит, ну вот, глядя на это уравнение, видно, что в ранних временах, когда функция была очень большой, а ТЭП расширение был большой, Вселенная стартовала с гигантской крупностей, возможно, планокс. И расширилась к нашему времени. Значит, был момент большого взрыва, момент начала расширения. И, значит, горизонт этого стояния, которое снимало испущенное в момент большого взрыва, пролетели к моменту ТЭП. То есть, она настоящая. Значит, несмотря на то, что Вселенная МГИ-2 стала бесконечной, это расстояние – конечное. Если говорить в терминах обычной теории горячего большого взрыва, не вспоминать кривизонт. Ну вот, в теории горячего большого взрыва, когда у вас все начинается с очень горячего пола среды и расширяется законом Павла, это величина конечная. И составляет сегодня величину порядка примерно равных 15 гей кубовских. Значит, и 4 на 10 гей кубовских. Это вот тот размер, на размер одной области, которая доступна нашему изучению. Что за пределами этой области, мы с вами не знаем, те фотоны, которые составляют сегодня величину излучения, они принятили практически вот этого стояния. Чуть-чуть-чуть-чуть меньше. Значит, теперь, если вы знаете модерн этот Крава, измерите его, то вы знаете полную плотность энергии у Вселенной. Так называемая периодическая плотность, она просто потому, что абсолютно получится, если в это выражение поставить современное вращение правильный фактор. Удобно помнить, что эта увеличина составляет примерно от 5 гей кубовских сантиметров. Вселенная, какая сегодня имеет маленькую плотность, соответствующую примерно 5 гей кубовских сантиметров на кубометр. Ну хорошо, значит, самое, так сказать, удивительное во всем этом деле, это то, что современная Вселенная имеет вполне недревиальный состав. Состав такой. Значит, обычное вещество, ну, в основном это протоны, неудобный ядр, который из них сделан, составляет примерно 4,5% всего материн. Из них полпоцента светящиеся вещества, остальное барионное темное материн. Барионное вещество, которое не светит. Значит, нейтрина, а не массивный, мы всегда знаем, но мы знаем также, что нейтрина, если это маленькая масса, мы знаем их количество, их примерно каждого типа 100-60 см. Значит, и соответствующие оценки, если вспомнить про ограничения на массивный ядрин вещество, то оценка на плотность энергии, связанных с массивным ядрином, сегодня составляет фенш-аналл-паспорт. Значит, это нервный режим умалый число, но это мало, понятно. Всё остальное, это тёмная материя, 73%, и тёмная материя, 25%. Значит, про тёмную энергию я говорить сегодня ничего не буду, просто потому что большой атомный коллабор, по-видимому, не способен пролить никакого света на то, что это проходит. Это некоторая однородно размазанная, по-средневному, однородно размазанный тип энергии, которая представляет вселенную всю эту шляцию с ускорителем. Значит, что это такое? Есть у нас депозит на эту тему, но, к сожалению, по-видимому, одна из этих депозит не поддаётся проверке на ускорительство с ускорителем. А вот тёмная материя, это интересно. Мы сейчас не видим. Значит, мы прячем ней переходили, а только так, что понятно, что разные компоненты вещества, ну, серебряные, энергии, ведут себя в зависимости от времени по-разному. А именно, дальше, и тёмные материи, и барионы состоят из тяжёлых частиц, невеликейских частиц, и основная энергия, которая у них сидит, это энергия похода. Поэтому плотность энергии, профессиональная плотность из числа частиц, и, соответственно, обратно, профессионально объёмная. Потому что она тут масштабная. Когда всё время расширяется, плотность правы, как видите, нам. Значит, ульдрагиевское вещество или радиация – это фотоны, и на ранней стадии – это внедрение. Дополнительная энергия понижается при расширении Вселенной из-за того, что фотоны простили. Их энергия падает как единственный масштабный фактор, при налоге увеличивается. Число радиации остается постоянным. Поэтому плотность энергии радиации падает как единственная в четвёртую. А плотность тёмной энергии держится постоянной или почти постоянной. И вот этим отличаются эти три типа энергии. Значит, ясно, что сегодня доминируют почти две недели. В прошлом, когда масштабный фактор был меньше, чем сегодня, доминировало неэлектрическое вещество. А ещё раньше, когда масштабный фактор был совсем маленький, из-за того, что тонность радиации вправления была очень большого, доминировала в этой реакции. Так что Вселенная прошла, как минимум, три стали – лицовом доминированной, лицовом доминированной, лицовом доминированной. И сегодня она входит в стадии доминирования тёмной энергии. Значит, у нас такая картинка. Значит, сегодня мы знаем о Вселенной много чего, благодаря космологическим наблюдениям. Значит, вот люди эпоха на очуткились, когда Вселенной была примерно 370 тысяч лет оттуда, и кемператору тогда была в 2020 году. Ещё одна эпоха, о которой мы имеем достоверное известие, это эпоха первичного лукодосинтеза. Это эпоха, когда температуры были настолько большие, эпоха, при которой происходило термоядисинт в третье время. И до этого времени протоны и нейтроны, плавные торяще, были свободны, а где-то в интервале от 300 секунд, нейтроны с платонами соединились в ядро, в основном образовались аэро-частицы, ядро 924, и небольшие количества плетения, 1-3. И это, значит, это вполне просчитываемая нормальная теория, если вы знаете, как расширяет Вселенную, и знаете скорость термоядных реакций, вы можете рассчитать, сколько лёгких элементов образовалось. Ну и это сравнение с современением показывает, что всё в порядке, правильно занимает, как расширялась Вселенная, в это время, когда рефературо стояло в районе миллиарда двадцать лет. Ну и это интересная эпоха, о которой мы не знаем. Эта эпоха образования тёмной материи, генерации тёмной материи, и эпоха генерации асимметрии между веществом антическим. Собственно, вот эти два вопроса я не хочу сегодня задать. Ну, возможно, до всего этого была инфекционная стадия, совершенно другая, но я её сегодня говорю, пожалуй. Значит, тёмная материя. Значит, в действительности тот факт, что Вселенная имеет тёмную материю, асимметрия, был заподозрен и известен очень давно, с 30-х годов прошлого года. И наш аргумент, который превратился в любую форму, как в арене Рудня, состоит в том, что, зная скорости галактик, скопления галактик, вы можете рассчитать массу, вы можете рассчитать массу, как функцию расстояния, и склонить её из массы светящего вещества. И тем самым определить соотношение светящегося и несветящего вещества. И несветящего вещества много. Значит, это было известно давно, но, значит, и уже, так сказать, наверно позже появилось ещё множество наблюдений, которые говорят о том, что тёмная материя есть и в галактиках, и скоплении галактики. Например, известные картинки измерений скоростей вращения звёзд или газовых облаков вокруг центра галактика. А таких картинок сейчас сотни. И они бы все были менее похожи. Если бы вещество было целиком сидело в той области, где находятся светящиеся звёзды, то мы бы ожидали, конечно, падение. И вот здесь, понятно, как вниз на поле не сранился, падение старости. Измеренные скорости. В данном случае даже растут галактики. Часто бывают плоские или чуть-чуть, 5-5 мм, спадающие кривые вращения. Но, в любом случае, видно, что дело совсем не исчерпывается светящимся веществом. Есть много тёмного вещества на периферии галактики. У каждой галактики есть тёмная галактика. И это относится практически к всем галактикам, которые хотели перевыкращенными. Есть тёмное дало вокруг галактики. Наша галактика, в частности, погружена в тёмное дало, размеры на фото, заметно, больше, чем 20 кг. И они вращаются вещества. И галактики вращаются вещества. Есть, переходя к кластерам, что скопление давать, есть, помимо измерения скоростей давать, есть ещё целый ряд способов вещественный потенциал, основной массу, массу ее скопления и массу кластерам. Например, можно измерять, например, в белых, можно измерять температуру горячих газов скоплений, по ременскому излучению, и дальше использовать статическое равновесие, утверждение о том, что это в основном электроны, значит, что эти электроны, их тепловое движение, их давление, равновесие, гравитационное движение, и таким образом оценивать массы вещества в скоплении. Очень, так сказать, мощный современный метод – это метод гравитационного университета. И картинка такая, характерная вот так выглядит. Есть у вас в скоплении галактики, и вот жёлтый показанный галактик в этом скоплении, то есть я думаю, что это скопление. За ним находится яркий галактик, который здесь обозначен глупым. И из-за того, что у вас есть гравитационное протяжение, лучи сверху изображаются, линза не идеальна, результат линзирования – это целый набор изображений, искажённых. И для этого изображения вы можете вычислить, понять, как устроено распределение вещества, точнее массы, ну и соответственно распределению массы, вот в этом скоплении. Ну и вот оно здесь показано таким голубоватым цветом, хотя эта материя тёмная, она не светится, но как это надо показать? Тут в центре его больше, тут в периферии меньше. Значит, распределение гораздо более анародное. И темная материя, которая есть в нашей голове, но всё-таки основная масса распределена равномерно, достаточно анародно внутри этого класса. И таких артур уже сегодня много. по нему по революционному критерию, и он хорошо определять и распределение теплой материи в анародное равномерно. Только полную массу. Значит, результат. Результат такой, что отношение плотности такой скучивающейся материи к плотности критической сантиметрии . Вставляем 0-27. Значит, если... Это чисто астрофизический данный. Значит, если думать, что отношение массы к свету одинаковое везде, в кластах и средних вселенных, то это и будет отношение плотности массы к увеличенной плотности в целом усиленной. Тут есть тонкость. Тонкость состоит в том, что в кластерах скопления галакти находится всего около 10% всех галакти. Но для таких больших объектов от кластера, всякие численные расчеты частности, аналитические соображения говорят о том, что их состав, вот это отношение светящихся вещества цветов массы, что увеличено на это и средних вселенных, и кластеров. Поэтому эта оценка достаточно хорошая. Значит, помимо этого, уже давно изнутри синтеза было известно, сколько барионных барионных матерей. Та оценка, которую я вам показывал, 4,5%, на самом деле 4,6%, так как берётся и из первичного синтеза, а в последнее время и из измерений анализопатерии видного излучения. Значит, ну и видно, что материя не хватает, что у вас должна быть тёмная материя, и её значит помета это отношение критической плотности и критической плотности должна стать реальной плотности. Значит, для нас важен параметры отношения массы к адрогии. Четырёщина, как мы говорили с вами, держится постоянно во времени. Но эта величина, значит, она не чему равна? Она равна 0,2 до 23 на критическую плотность и на корпусе нейтропии. И на первичина составляет примерно 3 на 10 на 10, и графон. Который сравненный величина тоже характеризует отношение к области нейтропии для тёмной материи. Значит, помимо артрофизических соображений есть эксмологические железные соображения, говорящие о том, что тёмная материя должна быть не позволяющая в действительности оценить её значение. Значит, самоображение состоит в следующем. Во-первых, мы с вами знаем, насколько неоднородна и глава вселенная в тот момент, когда дачи есть реактивный фотон. Мы знаем, насколько низопробно, насколько температура в разных направлениях на небесной сфере отличается, прицеление температур. Этой уничтожен составляет несколько низ на 10 на 10 на 10 на 10 на 10. Отсюда сразу следует, какие возмущения и однородности плотности были барионы. Барионы и фотоны за счёт взаимодействия с электронами где-то других были находились в стекловом равновесии и, соответственно, возмущение барионной среды в области барионов и в области в области в области в области в области и однородности температуры примерно один в цинниках. Это одно и то же число. Поэтому мы знаем и возмущение и однородности которые были в области барионов при красном смещении веществ. Момент отщепления вещества. Эта речина порядка вискринения на 10 на 10 теперь если мы будем изучать как эти возмущения нарастают они нарастают за счёт операционного притяжения очень просто если у вас где-то есть больше вещества то это вещество создаёт гуляционное притяжение и туда сваливается окруженное вещество смотришь у вас контраст толпности растёт сомнение расширяющие селянии иммунированной ванерией если бы у вас было только барион без среда если не было тоник материи то янородность плотности составляет что фактор з на начале янородности плотности составляет несколько процентов всего несколько процентов понятно что все это еще линейный режим что никакого коллапса не образования структуры не происходит в силу неодорогности маленькой по амплитуде это бы означало что ситуация действительно будет если не было петербург то никаких галактик никаких звёзд в современной Вселенной не было более того неодорогность потому что Вселенная расширяется ускорением значит этот закон перестает выполняться неодорогность перестает расти в то время как неодорогность вообще бы никогда не нашли до относительно вечной единицы т.е. галактик звёзд без тёмной материи не образовала бы ни к современному моменту ни вообще когда-нибудь такая семена была бы неподходящая для нашего с нами существования тёмная материя для нас важна она как раз обеспечивает рост возмущений почему потому что тёмная материя не связана с фотонами не отсутствует давление и вот эффект галактик скучивания галактик 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 его имя не а вот неоднородности фотонной компания барионов они следует до региона состояния потом барионы становятся свободными а к этому времени неоднородности в тёмной материи уже были И барион просто сваливается в фразу – инновационные лианы, подготовленные темной материей. Такая картинка вполне соответствует наблюдениям, наблюдению структуры генерации структуры. И необходимое количество темной материей, я существую вложенную много в ее, чтобы действительно можно было оказывать заметный эффект на барион. Если понимать не так людей, то соотношение бариона темной материи с правой и пятой, оно как раз здесь очень хорошо. Так что есть и космологическое свидетельство о существовании темной материи, как только индивидуально изменено анистративное излучение структуры, все сомнения в том, что темная материя есть и она имеет непореводную пирогу, все они видны. Замечание такое, что эти частицы темной материи должны быть не реалитивистыми. Вот в это время, когда происходит рост ингущений, на самом деле происходит еще инновационная нервность. С метрами, но это тоже важнее. Важно, чтобы антемная материя была не реалитивистой всей этой стадии роста. Наши реалитивистые частицы не исключаются, они, наоборот, вылетают из любых гравитационных яд. Вы фотоны не заставите задержаться на арбитее вашей Земли. Значит, дефект революционного предлежания должен быть существенным на достаточно ранней стадии. Мы еще поговорим о точном порядке. Поэтому нейрофилизм, темная материя должна быть нейрофилизмическая на ранних стадиях эволюции Вселенной. Как это отличается? Т-филибриум? А? Как это отличается? Т-филибриум, а Т-филибриум? Значит, это момент, когда происходит переход от традиционно-минемной стадии на полилибриум. Оставите внимание. Эта величина, сейчас я инциклину не помню, но это Z примерно 3000. Рекомбинация происходит уже на поливинной стадии. И соответствует Z 1100. То есть всего лишь тройка против тройки? Да, но Z здесь очень маленькое стоит. Вообще это не выиграл. Тебе два порядка надо выиграть. Значит, тут есть фактор тройки вот здесь, а кроме этого есть довольно сильный фактор роста на этой стадии. Особенно на стадии перехода. Может быть, на всех этих стадиях. Если... Нужно сотни. Нужно сотни. Нужно сотни, да? Нужно сотни. Почти сотни набегают, да. Набегают. Набегают. А? Тройка отсюда и тридцать оттуда. Тройка отсюда, ну да, и почти тридцать отсюда. Тройка отсюда. С учетом логазма привычных ростов, да. Все действие другое. На самом деле, если вы понимаете, вот эти вот переходные этапы, значит, можно сказать, переход по одному режиму к другому, они просто дойдут за методом чистыми усилиями. Так. Хватает? Тройка отсюда, кстати, сразу следует, что нейтрин, они могут заметно участвовать в темной материи, потому что нейтрин и релативисты до поздней стадии эволюции Вселенной, они и какую-то картину образовывать не могли. Тройка отсюда. Значит, темная материя уделена на две категории. Наиболее популярная колонна темной материи. и масса соответствующих частиц, если она была в техническом равновесии с плазмой, то масса соответствующих частиц должна быть по порядку величины превышать десяток каф. Мы немножко обсудим, но мы не так точно уверимся. А кем мы идем в материи? Это частицы с массой 1-10 каф. Опять-таки предполагаю, что они находились в техническом равновесии с их плазмом. Один раз надо сделать предчисление, чтобы понять, что имеется простой и поэтому очень правдоподобный сценарий генерации кемной материи. Предполагающее, что кемная материя – это неизвестные частицы. Частицы с требованием свойств, активным делом свойств. Требуется, чтобы они были стабильными, не расплодавлялись на время жизни северной. Требуется, чтобы они были массивными и электрически нейтральными. Если они были бы электрически заряжены, то их давно обнаружили в экспериментах по футболу. Из таких частиц, тяжелых, стабильных и нейтральных, среди известных частиц нет. Видимых частиц, вообще, родные отчетки. Это потом, электрон, потом и нейтример. Значит, никто из них сюда не подходит. Заходим новые частицы. И, значит, вот сценарий, который я хочу с вами поговорить и сделать основное решение. Так вот. Ну, прежде всего, давайте предположим, что есть новая станция. Предположим, что она рождается и уничтожается парой. Что есть некое квантовое число дискретное, типа четности, которое запрещает частицы распадаться, а манилировать частицы, выночные из них не распадают, не запрещают. Кстати, другая ситуация является, например, с некоторыми расширениями стандартного уровня. Значит, предположим, ничего другого хватит не будет, никаких новых сущностей хватит не будет. Тогда все, что мне требуется для вычисления современной концентрации этой частицы, соответственно, массы этих частиц, где требуется знаки массы и скорости аннигиляции. Крымные и скорости. Мы сейчас видим, что в этой сценарии работают, когда частицы аннигилируют выученение и скорости. Вот требуется знаки сечения аннигиляции и массы. Значит, давайте предположим, хотя эта форма не требуется, что максимальная температура у Вселенной была достаточно большой, больше, чем масса частиц, и вычислим в современную плодность массы этих новых веществ. Вимп? Почему Вимп? Вимп. Значит, что нам надо? Надо вспомнить уравнение филе. Ну, как если здесь пропущен план, да? Значит, и о него можно переписать в таком виде. Значит, плодостяные объекты на цинклинированной стадии. Это, вот по Стефану Горьстону Фер четвертый, опять же, тем же самым центром, включающим разные степени и свободу разных частиц плазмы. Значит, стандартный модель, кстати, температура около сотни грёвок – это сотни. Не очень хорошо. Если перезвлечь корень вот из этого вводения Фридмана, то мы получим простое соотношение между параметром травмы при задней температуре и температурой. Причём, в знаменательстве стоит масса фланка, но не совсем. Значит, беретесь кондиционерный численный год, берется из всех этих чисел, и корень из жестового цвета – наши круглосемярные функциональные жесты. Значит, не при декоратуре порядка 100 лет, это число большое – 10 и 17 лет. Сейчас такой вот простой закон расширения, зависит от параметра хаудра. Зачем нам это надо? Для того, чтобы сравнить темп расширения с темпом аннигиляции. Значит, если у вас темп расширения такой, что частица успевает прогрегулировать с другой частицей за одно хаудрское время, значит, у вас процесс аннигиляции и обратный процесс параметра находятся в тепловом голове. Наоборот, если у вас частица не успевает захалыватьское время за то время, пока вселенная расширится два раза, не успевает прогрегулировать с кем-то с её коллегой, всё, аннигиляция прекратается. Значит, условие прекращения аннигиляции состоит в том, что ширина и вероятность аннигиляции, в одно время аннигиляции, становится решена сравнимой с подальше хаудрой. В какой-то момент плотность числа частиц замораживается. Наверное, мы видим, что это происходит при температуре, когда эти новые частицы не ретелийские. Если у вас частицы не ретелийские, то их плотность числа частиц при температуре верящей массы даётся вольсманской форме. Это не что иное, как интегрированные по импульсам с распределением массы отольсмана, а в этот факторе, если это минус массы на температуру, это нормальный вольсманский фактор. Е-минус метр, ве-минус метр. Такое вот, значит, соответственно, у вас есть число частиц, оно падает экспоненциально, и поэтому аннигиляция прекращается. Падает экспоненциально равновесная плотность, и кто-то, когда равновесная плотность достигает, становится маленькой, аннигиляция прекращается. Значит, время жизни, элементарная формула, единица на том, что числа частиц, которые наш выявленный аннигрирует, и единица на обратное сечение. На седьмую точку. Пусть это много по тепловому глазам. Понятно, элементарная формула, очевидно. С какого времени? За какое время? Частица найдет себе подобную, что это аннигрирует, если ее сечение аннигиляции отрижится к концу. Значит, давайте приравняем обратное время аннигриации по равнику хаба, т.е. приравняем вот этот знаменатель, вот этому параметру кава, который мы сегодня на прошлом прослали и написали. Квадрату к квадрату, который дает амаш-макс и звезды. Приравняем положение температуры. Так? Значит, используем даже специальную формулу, и с логорехмической точностью положено температуру аннигриции. Она мала. Почему? Потому что в правой части этого соотношения стоит маленькое число отношения температуры и массе планок с звездой. Это маленькое число, поэтому этот экспонент должна быть маленьким. Соответственно, температура должна быть ниже, чем масса частицы на логорехмической точке. Значит, примерно так, грубо говоря, температура, на которой происходит закладка концентрации, модель фибриктовых частиц, это, грубо говоря, на тридцатых, типичная составляет двадцатых. Значит, давайте мы определим в усредненном ансамбле сечение на скоростях, как ниже число, сигнур. И это не из константов дайско-моровой ангеляции. Тогда мы получим и температуру за самом консуна с логорехмической точностью, а дальше, доставляем ее в эту формулу, которая опять-таки подключается здесь. Довольно соотношение, отсюда можно выразить число частиц на логорехмической точке. Получим вот такой ответ для плотности числа-частиц на логорехмической точке. А нас интересует их отношение к плотности числа-частицкой тропеды, которая привлечена постоянно. Значит, она нам предъявить на R-кубе, нажаттся без горечего степени салмона, которая привлечивает формулу для энтеропии. И получаем такую простую формулу, в которой есть что? Зависимость от массы. Докторое из-за того, что температура, что это на толще-частая частицая, на тропеды по тропеды, а это на фоне, значительно температура, соответственно масса, где этот алгоритм в этой частице стоит. И, соответственно, сечение аниме. Отношение массы к нейтропии, это увеличение гранатомы ничьего m, получается наоборот замечательный ответ. Отношение массы к нейтропии, плотность к нейтропии, это определяется чем? Смотрим сюда. Определяется сечение вольной пилляции, и всё, всё остальное зависит от всего остального. Ну, корень и джерси звездой, понятно, отнимает зависимость всего-навсего. А логарифм, тоже зависит от всех параллельных массы к нейтропии. Сечение вольной пилляции, геометрическая зависимость всего-навсего. Главным параллельным служит сечение вольной пилляции, а точнее, современное сечение вольной пилляции. Отсюда мы сразу сможем понять, какое должно быть сечение вольной пилляции. Чтобы получилось правильное отношение массы к нейтропии для темной магии. Написан еще раз. Если сюда подставить правильное значение, как и написано в десятой георгией на первую часть, то получим сечение на уровне 1,2 на 10-36 по 20 сантиметров. Значит, что это за сечение? Это сечение, характерное для слабого взаимодействия. Значит, если вы посмотрите, характерное сечение слабого взаимодействия, например, сотня Г, это как раз будет слабое сечение. То есть, о чем это говорит? Это говорит нам о том, что если есть новые частицы, в которых сечение взаимодействия, с чем они делятся в частности, сравнимо со слабыми сечениями, с сечением слабого взаимодействия, то они вполне могут быть кандидатами народщики с темным маги. Удивительным образом. Как это число получилось? Слабый масштаб. Он получился из того, что вам надо гравитационную физику. Точнее, народ. Как получается, что это замечательное число 10-10 г. Отношение массы кандидатам. Из гравитационной физики массы планов. И физики электрославного масштаба. Это вот сечение 10-10 г. Все это вместе собираться нужно на число 10-10 г. Значит, ну вот такая нумерология, она вам подсказывает, что это вполне может быть реалистичный сценарий. Ну а, значит, они уверяются, какие частицы происходят с сечением и основные были составляющиеся. Ясно, что эти частицы не могут быть очень тяжелыми. Чтобы наши сечения были гораздо больше. Значит, речь идет о частицах, грубо говоря, с массами в районе сотни г. Очень грубо говоря, потому что это логарифм всего-навсего. И точнее, что я могу сказать об этом нельзя без модели. Ну а понятно, что речь идет о частицах просто с такими массами. Массами в районе сотни г. Может быть, меньше, может быть, не может быть, больше, но где-то. Начали их называть ими. Слабо взаимодействующие массивные частицы. В районе сотни г. На своем причине, что это массивные частицы, взаимодействие которых по силе сравнимы со слабым взаимодействием. Значит, это кондекарты в холодную тонну материю. Они отшимпляются ключи в мире и в мире. С самого начала своей жизни в мире и в мире. Ну и если сценарий работает, то эти частицы должны быть обнаружены на большом углу металлаторе. Почему? Поэтому большой углу металлатор, по крайней мере, если говорить о выборе сценарий, это теоретическая машина. Значит, освещения достаточно большие, частицы не очень тяжелые. Они должны быть обнаружены в большом углу металлах. Значит, конкретный пример. С моделью, где такое происходит, это суперсимметричная теория. Я на них очень подробно остановиться не буду. Скажу только, что там есть целый зоопарк новых частиц. В частности, так называемая нейтралина. Значит, и в довольно широкой области параметров модели суперсимметрии. Эти нейтралины станут. Ну, а взаимодействие, грубо говоря, имеют по сечению взаимодействия, высокопорядку величину, грубо говоря, соответствуют сечению взаимодействия. Хотя, ситуация довольно такая жесткая. Уже сейчас, поскольку-поскольку имеется довольно сильное ограничение на параметру суперсимметричной теории. Значит, важный есть факт обновления модели. В моделях типично аннигриация происходит не в S-канале, не в S-волне, а в P-волне. Я уж не буду остановиться почему, но это даёт дополнительный фактор подавления. И результат... Как подавлять? А? Ну, не давай подавлять, не можешь подавлять. Серьезно не представляете. А? Да? Ну, собственно. Не нужно спать. Это тая. Тая. Прывал не подавлять. Прывал не подавлять. Прывал не подавлять. Головной. Привало ли саму динамику сечением подняться. На плиту линии. Да больше. Ааааа! Значит, картинка, которую я хотел привести, такая, что если уложить одну из моделей суперсимметрии, ее называют минимальной суперсимметрии, там есть несколько параметров, один из них, один из параметров, любой, и есть еще два параметра, которые характеризуют масштабы суперсимметрии, среди частинств голых суперсимметричных партнеров и скаленочных частин. Так вот, картинка выглядит довольно получающе, потому что эти области закрашены, они теоретически запрещены, значит, экспериментально запрещены вот эти области, дверей ниже, чем, значит, демокультивные кривые все, демокультивные. Значит, здесь достаточно широкая область массового параметра, как вы видите в городах. Значит, и вот то, что требовалось, нам надо упасть на границу, а в этих областях есть дополнительный фактор усиления сечения аннигиляции частиц системной материи между собой. и вам надо усесть, так сказать, на границу демокультивной области параметра. И это, в общем, ситуация, так сказать, довольно типичная. Ну, там, где геопионная область. Геопионная область вот в этой области, во всей, будет перекрыть свойство системной материи. Стемная материя образуется слишком много, сечения аннигиляции слишком маленько, и проигелировать частицы системной материи демокультивной. Поэтому вот в этой белой области, а эта белая область, она, где запрещена космологически, или производство демокультивной. Правильная защита получилась, правильная область, в которой мы надели получаться, вот здесь и вот здесь. Значит, ну давайте сделаем перерыв. Тем не менее, я хочу сказать, что это, конечно, так сказать, немножко так. Жмёт, но тем не менее, сам сигнализ настолько простой и настолько выглядит естественно, что очень много пишет, что он правильный. И тогда на большом округовом планете будут рождаться частицы демоклиния, и на этот момент довольно скоро уже не узнают. Я думаю, что уровень здарова, наверное, будет ещё большинство. Так, да, хорошо. Значит, надо сказать, что темная материя холодная, такая, которая стоит из означательных частиц, Сейчас, конечно, наиболее популярно, правильное представление, я не знаю, каковы свойства прибыльной материи, но есть некие результаты, которые не вполне шлются с такими представлениями. Это довольно спекулятивно, тем не менее, обсуждается в ней тоже называться тёплой гравитивной материи, и в физической части с такими, как бы, можно было бы наносить, как минимум, при более естественных кандидатах, это гравитивно-посимметрично-посимметрично-посимметрично-посимметрично. Какие есть слабенькие гравитивно-посимметры в пользу того, что тёплой гравитивной материи 50%? Во-первых, вы можете сравнить наблюдение, а именно, подсчёт каждого голова с численными расчётами с численными расчётами делаются так. Вы знаете изначальное возмущение, вы знаете, кидаете какое-то количество точек материальных частиц, массивных, с таким вот распределением, и смотрите, как всё это выглядит. И ответ такой, что эти численные расчёты показывают, что должно быть много карликовых гравитивных. Скажем, наша гравитивна должна была бы иметь несколько сотен спутников, а наша локальная окрестность должна содержать тысячи таких карликов гравитивных. Спутников нашей гравитивной, среди которых, наверное, более известными являются не главного бака, таких спутников обнаружено до сих пор около 20 и всех, а не капель и сотен. Значит, может быть, это вопрос наблюдения, может быть, это вопрос вычисления. Но, во всяком случае, сейчас есть такая, так сказать, несоступничка. Значит, второй результат состоит в том, что эти же вычисления предсказывают очень резкие, почти сингулярные поведения плотности в центр не только кого-то. Такие клювы, которые мы интегрировали, но точно не так сказать. А если за это предсказывается, его тоже не обнаружено. Опять-таки, это может быть эффект исчисления, разрешение требуется хорошее, чтобы вы видите в области неотношечной галитарной. Но, тем не менее, это тоже очень, есть некое указание на то, что, возможно, у темной материи была изначальная дисперсия скорости. Что она не была совсем уж нервной близкой. Ну и, так сказать, естественно, задать вопрос, что нужно для того, чтобы какого рода проблемы можно было решить. И одна из возможностей здесь стоит в том, что частицы темной материи тёртые. Что это значит? Это значит, что в начальной эмпульсии, в начальной скорости частиц тёртых материи не принадлежимы много. Давайте посмотрим, что это значит на более количестве. Значит, давайте побудем считать, что тёмная материя, в отличие от сценария, о котором я говорил, что эта тёмная материя, предположим, что она отщепляется, перестаёт взаимодействовать с удачным веществом, в то время, когда она всё ещё и является эмпиратурой, когда температура много больше нас. Значит, тогда что происходит? Эта тёмная материя остаётся в эфиристке, только в этой давотой порядке у нас. Предполагается здесь, конечно, что изначальное распределение по скоростям теплового. Ну, это, так сказать, не обязательно предположение, но давайте это сделаем. Тогда что будет происходить? Тогда у вас, значит, происходит эффект, как говорят, фрисклининг. Эффект такой, что у вас есть области, где перенасыщение, где больше области частиц тёртых материй, если бы они были эфиристки, то в этой области накапливают нормальное bitte-вещество окружающее. Значит, в такую ситуацию, когда частицы будут эфиристами. Ситуация обратная, эти неоднородности будут разглаживаться, из них начнут вылетать лишние частицы, то есть это будет вылетать частицы, а с менее strong областей за CT сюда будут подтекать частицы в меньших количествах, поэтому неоднородность будет разглаживаться. Человек будет происходить до того момента, когда температура соединяется вниз. И соответствующий характерный размер, на то слояние, на которое частицы разлетаются к этому времени, это, понятное дело, горизонта. Деревитивистки — размер горизонта. Размер горизонта — это по порядку величиннообразных параллельных храмов. По нашей с вами формуле это есть отношение массы-массы к температурам в квадрате. Соответственно, расстояние такого фрискриминга оценивается другую величиной массы квадратных храмов. Деревитивно, по два масса. В том момент, когда температура стала по порядку массы. После этого частицы становятся неинтересными и живут уже так же, как в холодной воде. Значит, там частицы уедают такое расстояние. Современный размер — больше. Поэтому я здесь наношение, как я не прописал, наношение квадратов для круглого взяга. Современное расстояние побольше, а оно растянулось на вот этот фактор Z. То есть это примечено в таком порядке. Объекты, которые формируются из облаков вот такого размера, будут подарны по сравнению с теорией с холодной термином. Все объекты большего размера. Ничего туда не было, потому что то, что внутреннее произошло какое-то перераспределение — это один отрывать. Значит, в тот момент, когда они начали формироваться, теория материя стала уже нелетенцем. Ожидается становление количества формирующихся объектов малого размера, вот такого современного размера. Точнее, начального размера может быть вот такой, начального размера. Почему я говорю, начального размера не звучит. Потому что современная галата, в том числе камневая галата, в том числе толка гораздо больше, чем средний пупсиметр. Из них вещество собралось из больших областей. Значит, и характерный размер области, из которой образовалась камня галата, в которой величина порядка сотни килопарсетов. Их современный размер — несколько килопарсетов. Один, два, пять килопарсетов. А вещество, где свалилось, из гораздо больших областей, масштаба сотни килопарсетов. И давайте, если я захочу, чтобы вот такие галаты были подавлены, то я получу, что, значит, это вот современное размер будет размером порядка 100 килопарсетов. Если поставить сюда число, то не менее я получу число порядка 3-5. Значит, если я думаю, что у меня частицы темной материи находятся, по-моему равновесие, что они только заходят в мир реликимистский. И скажу, что их масса порядка 3-5, то я подавлю образование камня галактик, что и хочется. Значит, вот такую тёпкую тёмную материю называют тёплой. Она неративисткой довольно скоро после своего отщепления. Но какое-то время она была неративисткой. В какое-то время она была горячей. Ну вот, картинки, которые это иллюстрируют, нарисованы здесь. Здесь изображено, давайте смотреть сюда. Характерный масштаб масс, из которых образованы обновавшиеся объекты. Ну, а здесь волновое число, соответственно. Значит, а здесь, ну, то, что называется спектром мощности. То есть это величина, которая характеризует амплитуду возмущения. Значит, вот это первая характера для колонии волновой материи. А если у вас частицы лёгкие и находятся в волновом болезни, то вы увидите, что образование объекта, начиная с 5-массы, становится подобным. Ну вот, если у вас 5 лет, то эта масса составляет примерно 10 в 8-м массу. Значит, кто это такой может быть? Ясно, что никакие не видно. Виды гравитинские. Среди частиц, которые могут существовать в природе, это волновые гравитины. Люди обсуждают здесь теремиологию, это часто сложно. Но гравитины — это такой довольно короткий гравитин. И что о таких гравитинах? Каких гравитинах? Гравитина — это, во-первых, гравитон. Гравитоны есть в природе. Значит, должны быть, если есть суперсиметрия, должны быть их суперсиметрия. Гравитоны без массы. Гравитины, если суперсиметрия была точной, тоже были без массы. Если суперсиметрия не точная, гравитины приобретают массу. Пропорциональную квадратную масштабу здесь. Изначально это только F. Корень из F — это масштаб нарушения суперсиметрия. Ну, а понятно, что все это происходит благодаря операционному взаимодействию. Поэтому масса подравлена в первой степени массы. В зависимости от масштаба нарушения суперсиметрии у вас будет легкий или тяжелый. Причем это так много. Настоящая масса нарушения суперсиметрии. Именно так масштаба нарушения суперсиметрии. Масса нашей суперсиметрии, которая тоже нарушает суперсиметрию, они должны быть, вообще говоря, заметными, неченными. Гравитины могут быть легкими, если масштаб небольшой. Это действительно происходит при этом лагере нарушения суперсиметрии. Если они действительно легкие, то они являются вещайшими суперсиметриичными частицами и стабильными частицами. То есть вопросы стабильности для них решаются положительные, если их масса не видно. Ты спрашиваешься, а можно ли сгенерироваться вселенной в нужном количестве? Вот ситуация интересная. Они могут генерироваться в распаде обычных суперпартнеров. У них есть суперсиметричных партнеров в нашем. И время жизни в отношении, или ширина, в отношении к этому распаду, она определяется в масштабе большинства суперсиметрии. Она тем больше, чем меньше этот масштаб. И массовый суперпартнер. То есть вероятность рождения гривики на распаде суперсиметрии у нас необычного суперпартнера. Старился в какой фронт? Благодаря тому, что она тем больше, чем меньше массы. У нас такая вот необычная зависимость. Иначе связывается с тем, что масса гравитина сама профессионально-масштабная ученица. Хорошо. Значит, теперь давайте посмотрим, сколько их таким механизмом и минимируется в усилии. Очень просто. Давайте напишем, сколько их рождается в единицу времени. Количество штук этих гравитина, например, 3-2, это их количество 3-2 от спины. На половиночку меньше, чем 1-2. Значит, напишем, как меняется отношение атрофии, точнее, числа частистной атрофии. Это будет, что иначе, число распадающих суперпартнеров на их ширину. И описываем на это. И так. Значит, все началось очень просто, потому что это отношение держится более постоянным для превосходящих температур, значит, отношение к той, какой строительской обращающейся. А технологическое время народ увеличивается, как расширение уменьшается. Значит, в то же время, если температура меньше, чем масса суперпартнеров, то концентрация малая, потенциально малая и забросит концентрация. Поэтому наиболее эффективно происходит генерация рождения гваритина при температуре, порядка, массе этой суперпартнеры. Когда подальше частиц все еще много, а вселенная расширяется на ней. Ну и дальше, после этого вы мгновенно расширяете, сколько же у вас получится гваритина, отнесенный к этой терапии. Это будет ширина распада на время, в то время тогда температура сравнилась массой суперпартнера. И этого уговора не дает следующее. Значит, ширина профессиональной массы по 5, вот этот факт, массовый вид, выкладывая. Значит, масса суперпартнера в квадрате, как из-за того, что температура, должна быть приятна масса суперпартнера. Вот наш знакомый нам уже параметр хаба, здесь стоит обратный, плюс изменение температуры. Ну и, соответственно, вы получаете, что отношение массы к гидротипу, вот если масса к гидротипе, то, что вот так надо надо это объяснять, оно таким простым образом выражается через массу распадающуюся суперпартнеру и масса к гидротипе. Значит, здесь постарина, и надо, конечно, посуммируть по всем типам суперпартнеров. Теперь, удивление состоит в том, что если я начну вот эту массу к гидротипе, только в районе места к гидротипе, чтобы это было действительно тёпло-тёпло-тёпло, то масса суперпартнера зажатана. Ну, а с моего счастья я знаю, здесь плюс 10. Значит, у меня масса суперпартнера оказывается зажатана. Все эти факторы распределения малосущественные, и масса суперпартнера оказывается в районе сотни 300F. Ну, а это, как говорится, для LHC самая лучшая группа. И что я думаю, это определённо сколько суперпартнеров обнаружено, ну, и, так сказать, довольно скоро, когда он выйдет на параметры, они посадятся ниже. Значит, такой сценарий, как видно, это, опять-таки, сценарий, который может быть либо подтверждён, либо проверным большим опробом указать. Сигнатуры другие. Вы ожидаете, что у вас есть в конечном итоге будет вождаться гравити на распадах суперпартнеров. Значит, сигнатуры выглядят другие. Но, в целом, вы ожидаете, что вот, так сказать, этот масштаб массы сильно выше будет. Даже 305, которые тоже являются. В зависимости, в общем, может быть, масса и гравитин. Занятно, что, значит, в такой ситуации время жизни следующей гравитиной гирчайшей суперсиметричной частицы, которая распадается с рождением гравитина, это время жизни составляет в единице длины несколько миллиметров или несколько сотен метров. Если несколько миллиметров, это очень хорошо, или, там, сотен метров. Это значит, что у вас будет место, где распадается частица. Нравится второе, как место столкновения, для этого отличного движения. Сотни метров — это путь, конечно. Это значит, что ваш решающий суперсиметричный партнер — это нейтральная частица, что он улетит из вашего водителя. Вадим, разберись, расползывая дальше, или не расползываясь. Значит, ну вот, на нескольких гравитинах колоконной темной материи, реализуются именно второй сценарий, и это будет довольно трудно на уровне. Значит, заключение к этой части подтверждение такое, что физика на масштабе энергии, доступном к изучению на OCHC, вполне может оказаться ответственной за генерацию фирменной материи, хотя это совершенно не гарантированно. Надо понимать, что есть множество, а сейчас просто, как говорится, время идет, теоретики идут, работают, фантазия отбирают. Значит, есть множество кандидатов на уровне частистерной материи, совершенно не таких, и невинных, и невинных, и невинных, а, например, от всего, которые, в частности, отношения не имеют. Ну и множество их различных частей, например, от стерильных метров, которые, теоретически, думают, что они должны быть. Правда, они так не имеют. Ну, не важно. Важно, что есть множество кандидатов, которые это защитили, и нет. Поэтому, значит, так или иначе, существуют. что же выяснили? Если эксперименты, то будет всегда на большом уровне наковали, и это будет, конечно, дополнительная мотивация и цель образования для непосредственного пространства. поиск темной материи, то есть, поиск здесь вот в экспериментах другого класса экспериментов, скажем, под землей, где частицы темной материи делают их поиск по их эффектам восстановления событий. когда мы вот это все будем знать, если такой сценарий действительно работает, мы сможем продвинуться сильно во раннюю середину. Сейчас генерация темной материи происходит при температуре порядка, скажем, ниже, чем масса частиц темной материи, а это соответствует температуру десятки гФ, может быть, сотни гФ. То есть, мы будем знать, как селенная была устроена, как она резонировала, при таких температурах, и, соответственно, времена жизни действуют 8-10-9 секунды. И это надо сравнивать с тем, что мы знаем реальность про селенную вещь, где-то секунды. После большого взрыва времени опять. То есть, мы продвинемся на 8 порядков по глубину вселенной. Значит, если это гравитина, ситуация менее радована, потому что потребуется много, так сказать, часа затылок, и запасы недавно, чтобы быть уверены, что действительно именно гравитина является кандидатом частицемным материалом. И это, конечно, будет очень плохо, наоборот, для поисков частицемным материалом. Других экспериментов, гравитина, вероятно, стало взаимодействовать с обычным веществом. нелоговое цифрование это, по-видимому, задача безнадежной. Если же не будет иного другого NHC, то, значит, ситуация станет уже, так сказать, тяжелой, потому что простые сценарии будут подрошены. Ну, а если не простые сценарии, то это может быть и сценарии, где частицем термовой материи вообще нет. Тогда основные данные микрочастицы термовой материи будут по-прежнему приходить из космологии и из астрофизики. Может быть, смогут нам что-то сказать более определенно по частицам по частицам я думаю, сейчас, естественно, сделаем перерыв и периодически обширяется через 10 минут? А по фибролю? Через 10 минут по фибролю. Через 10 минут по фибролю. Сейчас. Давайте на подмогу, да? Да, давайте. Давайте я подмогу и отстываясь на по фибролюции в основном говорить о варианности виды. Давайте мы потратим на то, что ввести основные понятия. Значит, забыли противную материю, помним, что она есть, но забыли временно и решили другого вопроса. Вопрос, на первый взгляд, чудной. Это несколькозно задавать правильный вопрос. Значит, вопрос чудной. Известно, что есть вещество и нет вовселенного антивещества. С точностью до экзотичных сценариев, где антивещество скрывается в компактных объектах, этот сценарий в некоторых горячих домах зарабатывает. тем не менее, с точностью такой экзотики, которая сама по себе требует очень материальной динамики, и правильной вселенной, материя есть, искусство, звезды, галактики, антивещество нет. Думать, что какая-то соседняя или вновленная галактика сделана из антивещества, сегодня микрофторица. Это приводило к сильному искажению спектра и эсперапии или его исключения. Поэтому, если антивещество не есть, оно должно быть решено, глубоко запретно. Какие-то компактные объекты, мокчелы, дверы. Если экзотика такой отбросит, то антивещества нету. Вся наша Вселенная сделана из барионов. Из барионов. Значит, численно принято характеризовать сколько же есть барионов во Вселенной отношения барионов к фотонам. Это традиционная величина, хотя более правильная величина, это отношение плотности числа барионов к эндробинам. Они связаны друг с другом, конечно, и эта величина составляет минус 10. Число батонов прекрасно, число барионов известны из барионов синтеза и из данных понятий на первом взгляде проблема нету. Если прежде минут назад на высокую температуру каждой температуре порядка 100 минут. Практически нет сомнений в том, что такие температуры реализуются. Тогда картина будет за свою другую. Такие температуры активно рождаются, уничтожаются, пока антипаратуют. и вообще температура меньше 200 г нах с повселенной вообще присутствуют парки антиквартов в Киеве. Там есть парки антиквартов и глионы. И из-за того, что там есть процессы рождения антиквартов в парк, равновесная плотность антиквартов примерно совпадает полностью числа парков. А это значит, что, грубо говоря, вот это марионное число, которое мы здесь не имеем, характеризует избыток кварков на антиквартов в отношении народной суммы. Кварк антиквартов. И этого безразмерного числа это величина порядка 1 миллиард. То есть в Ранней Селенной на миллиард парков существовал один лишний дискомпенсированный кварк. Потом по мере особой антиквартов пары аннигилирован, а этот дискомпенсированный кварк остался и сделал все, из чего мы здесь с вами стоим. Вот такая чудная картинка. Вот так возникает вопрос, откуда такой избыточный взялся? наиболее равнополомная гипотеза состоит в том, что этот избыток не есть начальные данные. Такой состав изначально более ненакуальной деинфляции говорит о том, что никакой изначально кварковной антиквартии антиквартии железного утверждения значит он должен образоваться в процессе космологической антиквартии. Этот вопрос был поставлен сахаром еще в 67-ом году, а в 1970-ом, и до сих пор этот вопрос висит. Как это произошло? 2004. За счет чего он разорвал уголовные символы антиквартии на 6-ом. Значит непросто генерировать избыток частиц антиквартии 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 для этого требуется сразу несколько условий. И они должны работать одновременно. Хочешь, чтобы они должны работать три необходимых условия, которые называют устойными сахаром. Надо сказать, что эта статья сахаром очень сжата и информативна во все эти три условия сформулировала одно единственное предложение. Значит с тех пор они это правильное подтверждение, значит которое произнесет руководитель. Значит требуется, чтобы нарушалось париономичество. Что очевидно? Если у вас париономичество не нарушается, если вселенный барион симметричен, то у вас никакого избытка барионных на антибарионных не образуется. Требуется нарушение ци и цп. Почему? Потому что если ци и цп точной симметрии, то разница межчастиц на античастиц нет. Можно более формально написать, значит к чему приходит за способ сравнения ци и цп. но понятно, что разницы между частицей и античастиц нет. Поэтому кто будет генерировать квартку из ВД-квартов или ВД-квартов высказать не можете. Никакого выделяется или нет. И третье, что требуется? Требуется, чтобы эти вот условия генерация происходила в условиях теплового неравновесия. Отсутствие теплового равновесия. Почему? Потому что в тепловом равновесии у вас наоборот все химические функции стремятся к нулю. все избытки частиц над античастиц участниц стремляются к нулю. Наоборот асимметрия даже если она есть, теплового равновесия вымывается, имеет тенденцию вымываться. Значит, вот три таких условия могут работать одновременно с некоторым уточнением. Уточнение состоит в том, что вместо нарушения барионного числа вы можете включить нарушение электронного числа. Значит, ну я объясню, в чём это дело сейчас, но хочу сказать, что такие механизмы, когда вы мигрируете электронное число, а потом перерабатываете его барионное, такие механизмы люди отсуждают и в общем названии для них это слово электронное число. Значит, вопрос, который можно себе задать, пока мы знаем только предпославующие, ничего не знаем о физике, наиболее высокой энергии, давайте зададим себе такой вопрос. Нельзя ли образовать барионную асимметрию в температурах и за счёт процессов, которые будут доступны и сейчас доступны изучения, или будут доступны изучения на глазы лоббище. Нельзя ли сгенерировать барионную асимметрию за счёт электрославной физики терёвку? Значит, тут сразу мой вопрос. Оно нарушение барионного числа? Оно есть или нет? Это есть. Это тоже удивительное дело, что может я уже могу закончить? Может я закончу вопросом, а дальше на него можно отвечать сгенерировать сгенерировать барионную сгенерировать постановку? и сгенерировать барионную сгенерировать барионную по м